Теперь мы на спорте! Говорим мы сегодня о гиревом спорте и успехе кировских гиревиков на прошедшем турнире. А в гостях у нас главный судья соревнований Евгений Игнатьевич Малков, спортсмен Артем Пентегов и еще один спортсмен Евгений Уланов. Здравствуйте! Здравствуйте! Я уже сказал, что прошедшие соревнования стали таким триумфом кировских гиревиков. Хотелось бы узнать, эти соревнования по гиревому спорту это отдельный вид состязаний или они входят в некий набор видов спорта, в которых соревнуются представители главных управлений МЧС? Кто начнет? Среди главного управления МЧС проводятся и другие турниры. Спартакеада, Динамо. В эту спартакеаду входит и так же, как гиревой спорт. Какое место занимает гиревой спорт? Евгений начал нашу программу. Насколько он популярен среди сотрудников? Довольно так и популярен. И у нас в управлении довольно так и часто проводятся, каждый год проводятся вот эти спартакеады по гиревому спорту. То есть для того, чтобы попасть на соревнования между управлением МЧС и ППФО, нужно было еще пройти какой-то внутри региональный сбор, да? Да, да. Насколько конкуренция в нем высока? Ну вот, как бы есть, есть. Люди занимаются, сотрудники. Евгений Иванович. Довольно так и. Ну, наверное, конкуренция у них очень высокая. Когда проводят областные соревнования, проходит отбор сборного команды Кировской области среди МЧС. И поэтому ребята уже были готовы выступить на ПФО. ПФО у нас проводится впервые по гиревому спорту. И решили провести в Кирае. То есть я правильно понимаю, что гиревой спорт вот в состязании главных управлений МЧС впервые включен? До этого его не было? Да. Ну, и как оцените дебют гиревого спорта вот на этом уровне? Ну, уровень, конечно, желает быть лучше. Ну, отдельные, конечно, спортсмены показали высшие результаты свои неплохие. Мы были даже удивлены. Представители Нижнего Новгорода, Саратова, Перми показали неплохие результаты. Но это единичные спортсмены. Такие результаты показали. А в целом в командном зачатии, конечно, кировские спортсмены были намного выше. Команда была сбалансирована, равная. И выступало пять представителей из Кировской области. Трое из них заняли призовые места. Один чемпион, один серебряный призер и один бронзовый. Одно четвертое место. Выступили достойно. Трое из победителей, вернее, двое из трех призеров сейчас присутствуют в студии. Я напомню, что Артем занял третье место в своей весовой категории, а Евгений был первым. Артем, вам вопрос. В какой весовой категории выступали? Ну, и чего не хватило для того, чтобы подняться чуть повыше? Я участвовал в весовой категории до 63 килограмм. Было в весовой категории 13 участников со всех регионов. То есть борьба была, так скажем, плотная. Не хватило, считаю, так скажем, подготовки немножко. Плюс свою роль сыграло еще по весу, так как был немножко, находился в отпуске. Пришлось вес погонять перед соревнованиями. Данное мероприятие у нас тоже сказалось на силовых качествах. И поэтому считаю, что выступить можно было получше. И второе место твердо занимать надо было. А кто вас опередил? Кто вторым стал? Кто первым? Так, по областям я даже сейчас не могу сказать. Не запоминал как бы особо. Евгений Игнатьевич полез сразу в телефон смотреть результаты соревнований. Посмотреть, кто у него был первым. Вы уже сказали, что в состав каждой команды 5 человек входило. А сколько весовых категорий? Напомните, пожалуйста. 5 весовых категорий. 5 весовых категорий. Каждая весовая категория один зачетный участник. Ну и у нас в Кирове выступало два человека личниками. Просто который в тяжелом весе выступал. Поломский Владимир, он занял четвертое место. Тоже хорошо. В каком формате проходили соревнования? То есть, что предстояло гиревикам? Ну, спортсмены выполняли два упражнения. Это толчок двух гирь. Гири весом 24 килограмма. И рывок гири левой и правой рукой. Регламент времени 10 минут. Сколько за 10 минут поднимали? Рекорд какой-то установили на соревнованиях? Нет. Абсолютный рекорд установил представитель Саратовской области. Он толкнул две гири весом 24 килограмма 170 раз. За 10 минут? Да. И в рывке абсолютным чемпионом стал наш Евгений Уланов, поднявший гири 230. Три подъема. 233 подъема тоже за 10 минут? За 10 минут. Это очень высокий темп. 23 повторения в минуту. Такие результаты редко повторяю. Евгений, кого удалось опередить? Кто не смог-то вас догнать? Кто занял второе, третье место? Как проходили? Вот второе место занял представитель Саратовской области, который толкнул 170 раз. Но все равно по результатам рывка я его обошел. За счет чего удалось победить? То есть это подготовка? Или может быть уровень соперников был не такой высокий? Нет. Уровень в моем 12 заходе неплохой был. Ну, такие результаты. 170 толчок. Это тоже очень высокий темп. Ну, на рывке я обошел. Скромно так говорил. Скромно так говорил. Обошел на рывке. Хотел спросить, являются ли соревнования традиционными? Вы уже сказали, что впервые гиревой спорт включен в программу этих состязаний. Тогда такой вопрос. Кого можно назвать законодательным модой по итогам этого турнира? Кировские гиревики все-таки задают моду? Ну, мне кажется, да. А кто может им составить конкуренцию? Судя просто по итогам соревнований, второе место заняли Саратов. А третий – это был Пермский край. Но насколько они отстали от вас в плане результатов? Ну, Саратов не намного отстал. То есть, в принципе, есть два таких региона, которые будут локомотивами вот этого гиревого спорта на ближайшее время. Наверное, можно. Наверное, так, да? Ну, давайте пожелаем, чтобы и другие регионы подтягивались, потому что конкуренция, она же всегда подстегивает к более… Ну, по другим регионам видно, что ребята-то болеют друг за друга, как бы, и смотрят, как бы, знаете, на количество, кто сколько, значит, что там натолкал, нарвал. Как бы, интересуются. Ну, здесь в целом же зависит от регионов, где развивается сильный гиревой спорт. Пермский край неплохой регион, Саратовская область, где присутствуют ребята на чемпионатах России, выступают. И от этого и работники МЧС тянутся за этими результатами и идут. А вот такой вопрос. А почему Кирову достались именно гири? Почему не другие виды спорта? Вот как это, как виды спорта по регионам распределялись? Может быть, вы знаете? Ну, наверное, то, что Кировская область в гиревом спорте очень славится. Не только среди работников МЧС, а вообще. У нас очень сильно сборная области, в которую входят ребята, 4 человека, попадая в сборную страны. И поэтому, видимо, на слуху Кировской области решили отдать Киров. Мы уже поговорили о конкуренции. Ее можно как-то повысить в ближайшее время? За счет чего? Именно на областном уровне? Наверное, привлекать побольше анализ. Заниматься надо просто. Да, заниматься надо. Профессионально заниматься, результаты будут расти. Они, конечно, от случая в случае под козырек, все, поехали на гири. И человек месяц-два не брал гири в руки и заставляет выступать. Надо, конечно, регулярно тренироваться. Тогда и результат будет выше. Вот вы сказали, что у вас последний турнир, это был 19-й год по гирям. Сейчас идет, практически заканчивается, уже 21-й год. А как в таких условиях поддерживать форму, ну и мотивацию? То есть достаточно сложно без соревнований, без турниров мотивировать себя только тренировками. Как удается? Ну вот я вот без спортзала как бы не мыслюсь, а я вот в спортзале, можно сказать. Живете? Да, каждый вечерок, полтора часика. То же самое, в принципе. Еженедельно 2-3 тренировки силовых, ну и одна кардио, это минимальное количество. То есть, не знаю, именно гирями-то перед соревнованиями только увлекаясь там за месяц-два. Ну а так силовые, кардио-тренировки, то есть форму поддерживать пытаемся, потому что бывает по самбо выступаю, а также, ну и армрестлинг. Дает ли вот победа в прошедшем турнире, в прошедших соревнованиях какое-то право на участие в других турнирах? Может быть, дальше куда-то поедете как победители и призеры регионального этапа по гиревому спорту? Там со всего Приволжья будут отбираться с каждой весовой лучше. То есть, Евгений, скорее всего, поедет на Россию в Питер. То есть, только победители? Ну, первое, второе вроде. Но победители-то точно едут, однозначно. Когда состоится всероссийский турнир? Уже есть какие-то даты? Сказали, что 9 сентября. 9 сентября, то есть, практически уже, ну, совсем скоро, да? Уже, да. А состав участников еще не определен, я так понимаю? Нет, еще пока не сказали. Хорошо. А конкуренция по другим округам как-то можно уже оценить? Да, там большая. Я вот даже знаю, наверное, одного сотрудника, Михаила Квашнин. Какой регион представляете? Сверловск. Да, да, да. Очень, очень. Мастер-корта международного класса, он сходит в сборную России, чемпион мира. Рекордсмен даже. Вскоре, да, уже будет еще один турнир по гиревому спорту среди силовых структур. Когда он состоится? Кто примет участие? И какие планы на него у вас, как у спортсменов? В ноябре, мне сказали, что в ноябре он будет. Постараемся. Там есть у меня конкурент, представитель сборной МВД. Ага. У вас с ним какое-то соперничество такое заочное? Там мастер-спорта международного класса, Токарев Владимир занимался у меня раньше. А в чем соперничество? В результате, в результате, да. То есть периодически он побеждает, периодически вы? Нет, я второе место все беру. А, то есть у вас такой незакрытый гештальт, и нужно его обыграть и стать победителем. Постараться, да. Артем, у вас какие планы? И вообще планируете принять участие в ноябрьском? Так, планирую. Так, состав, скорее всего, тот же самый останется. В 2019 году нам одного всего очка не хватило команде, чтобы вырваться среди силовых структур на первое место. Команде МЧС? Да, команде МЧС. Ну и тоже я, в принципе, второе место занял, проиграл у ФСИНа, геревику. Поэтому в планах как бы поднаработать до ноября время есть. Взять реванш. Да. Если, конечно, он еще работает, ничего не поменялось. Может, его уже нету и будет немного попроще. Но все равно готовимся к наихудшему варианту событий и надо выиграть. Ну, мы уже говорили сегодня, что конкуренция подстегивает к дальнейшему развитию. Я желаю вам успехов в ваших предстоящих турнирах по геревому спорту, как внутри, среди силовых структур, так и на других соревнованиях. Напомню, что сегодня в студии программы «На спорте» были представители геревого спорта. Это Евгений Игнатьевич Малков, Артем Пентегов и Евгений Уланов. Меня зовут Антон Погодин. Большое спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.